Всем привет! С вами снова Славный Дружиобломов. Это видео анбоксинга. Честно говоря, я анбоксинги не очень люблю, потому что большинство людей используют анбоксинги в качестве, вы знаете, просто дополнительного контента у себя на канале, чтобы было больше просмотров, капало больше денег, и человек, получая себе в руки какую-то новую клевую штуку, например, какой-нибудь айфон, он пытается сделать там превью, анбоксинг, первоначальные впечатления, 10 тысяч тестов, и выложить себе на канал 50 тысяч роликов, чтобы по разным запросам всплывать выше. Поэтому я анбоксинги не люблю. Но, тем не менее, люди попросили, проголосовали за то, чтобы я сделал анбоксинг по ссылке, которая мне сегодня пришла, точнее, которую я сегодня только забрал с почты. И поэтому вот этот анбоксинг. Что это такое? Примерно месяц назад, может, чуть меньше, недели три назад, я в своей группе задавал людям вопрос, какой нож купить мне своему бате вместо того ножа, с которым он раньше постоянно ходил на охоту. Нож его выглядел вот так, он отдал мне его, чтобы этот ножик немножечко заточить. Проблема этого ножа в том, что он трындец, какой толстый, тяжелый, большой. Сталь наверняка тоже говно, я, честно говоря, не уверен, какая тут сталь. Бате этот нож подарили, вот такой вот охотничий нож. Часто люди покупают себе вот такие вот ножи, они им кажутся красивыми, монументальными для того, чтобы ходить на рыбалку, на охоту. Но, как показывает практика, этими ножами неприятно пользоваться, потому что большинство работ, такие как выпотрошить рыбку, нарезать колбаску или еще что-нибудь, они гораздо лучше делаются ножами с толщиной обуха, с толщиной лезвия, гораздо меньшим, чем там 3 миллиметра, 4, 5. То есть нож тяжелый, как бы он такой неказистый, не знаю, как он идет, я в ножах не очень разбираюсь, скорее всего он идет как какой-нибудь там охотничий, шкуросъемный, там еще что-нибудь. Вот, но батя любит больше ходить по грибы и рыбалку, там с лосей шкуры он не снимает, кабанов он не потрошит, поэтому он как-то обмолвился, мол, вот все дела, хочу себе ножик ходить по грибы. Само собой, я своего батю очень обожаю, я своих родителей люблю, поэтому захотелось купить ему что-нибудь такое, с чем бы он мог ходить по грибочке, и чтобы обладало более тонким, изящным лезвием было бы более как-то подходящее для походов по грибы, потому что такую бандуру таскать как-то не особо хочется. Я пошел в интернет и нашел на сайте klinok.zlatoff.ru, это город Златоуст, я нашел большой каталог хендмейт ножей, ну, хендмейт ножей от разных студий, само собой, или, как называется, студий, мастерских, от разных мастерских, и начал выбирать ножи и устраивать голосование у себя в группе. Как показала практика, большинство людей не знают о ножах абсолютно ничего, и люди не хотят дать тебе хороший совет. Все, что они хотят, это как-то выпендриться тем, что у них есть какое-то свое мнение, и, само собой, куча школьников начали мне давать советы, там, какие-то ножи Рэмбо, там, вот такие, какие-то тесаки непонятные, еще что-то, там, злые, с какими-то крюками, там, просто с наборами выживания в ручке, в жопу, это все. Единственный человек, который дал мне нормальный совет, нет, точнее, люди были, которые давали нормальные советы, но в моем случае, когда тебе пытаются дать советы десятки и сотни людей, ты стараешься выслушать того человека, которому можно теоретически доверять. В моем случае это был человек, подписчик моей группы, Йонас Кеки. Йонас посоветовал мне взять ножик, небольшой, который называется разделочным, вроде легенький, из достаточно простой стали, и подарить его бате. Вот, значит, пришла мне вот такая вот посылочка с сайта клинок.златов.ру, ссылка я даю в описании, чтобы не было вопросов, где купил, я тоже хочу, все дела. Ни пиар, ничего они мне не заслали, ни копейки, так что, ну, то есть, ну, само собой, все, что я показываю, это пиар, например, у меня есть постоянный ножевой спонсор, это ножи Самура, мои чудесные ножи Самура, это прекрасно, но, что касается Златова, ничего они мне не заслали. Как долго шла посылка? Я сделал, оформил заказ 17-го числа, 19-го числа я написал ВКонтакте людям из их группы, из их группы Златоуста, типа, чуваки, а что с моей посылкой, потому что на сайте статус не менялся с в обработке, на статус отправлен. Тут же мне буквально в течение часа человек ответил, типа, все дела, там, отправляется в течение трех дней, вся фигня, то есть, 17-го числа я сделал заказ, 20-го заказ был отправлен, а 3-го числа, то есть, через 11 дней, 3-го марта, он был на почте. Вот, только сейчас я его забрал, потому что я адский тупарь. Так, вот так тут все запаковано, есть какая-то печать, не знаю, из Китая приходит все в других, немножечко в другом виде обычно все приходит, но да ладно. Ну вот, много бла-бла-бла, стало дело. Откроем. Ох ты ж! Вот я не ожидал, я думал там будет какая-нибудь полиэтилен-пленочка или еще что-нибудь. Ах, давайте откроем. Мне серьезно приятно, вы посмотрите, как прислали. Ой, ой, ой-ой-ой. Так, что это такое? Это, друзья мои, паста ГОИ или ГОИ, я ее дополнительно купил, паста Государственного оптического института. Тут написано, не знаю, видно будет или нет, видно будет или нет, видно будет или нет. Тут написано, какой зернистости, какой мелкоты эти пасты, на них написано. Я собираюсь поэкспериментировать в ближайшее время с заточкой ножей до остроты стругания волоса. Я в этом не сильно разбираюсь, я просто хотел бы показать это, как это планирую сделать я. Точнее, как это могу сделать я, как я это умею. Очень кривенько. Итак, заламинированная система сертификации гражданского и служебного оружия. Нож-заноза, изготовленный ООО компании АИР, город Златоуст, Челябинская область. Испытанный образец. Грамотно, что они прикладывают сертификатик, вот этот вот паспорт, чтобы ты мог кому угодно предъявить и сказать, что типа, чувак, вот оно, это не холодное оружие. Хотя, все прекрасно понимают, что холодное оружие вообще достать очень тяжело и в магазине его купить невозможно, но тем не менее. А что приятно, ну, обязательно они должны давать этот сертификатик, а что приятно, это то, что он заламинированный. То есть, нож вы можете такой использовать, само собой, годами и он не превратится у вас в непонятное дерьмо. Поэтому однажды вы можете правоохранителю, какому-нибудь грибнику его показать. Так, вот такой вот у нас нож. Небольшой грибной ножичек, который называется заноза. По факту это как раз то, что нужно моему бате. Давайте я его распакую. Так, а что тут у нас, кстати? Паспорт изделия. Непонятно, что из этого с собой нужно носить. Те, кто разбираются, тот разбирается. Так, собственно, нож заноза стоил 2544 рубля, а комплект вот этой пасты стоил 500 рублей. Посмотрим, кстати, потом будет отдельный ролик, что с помощью этой пасты я могу сделать. Так, ага, так, отлично. Что я могу сказать? Очень приятный ножик. Очень приятный. Рукоять это, по-моему, называется, как сказать, наборной рукоятью из разной бересты. Вот, но она не проварена, ничего. То есть тут нет никакой обработки. Например, вот этот старый батин нож я проварил в льняном масле, чтобы он меньше разваливался. Разваливался. Вот. Сталь здесь 95X18. Ну, это такая очень распространенная сталь. Не мега что-то крутое, но и не вата. То есть не пластилин. Сталь эту используют для всяких там подшипников, для всякой хрени, которая должна была быть повышенной твердостью. Но, тем не менее, эту сталь можно заточить. Само собой, если мы берем какой-нибудь нож моего спонсора Samura, Samura One Love, то есть для кухни ничего лучше нет. Это, само собой, какой-нибудь ножик тысяч, так, эдак, эдак, там, за 7, за 8, то, само собой, здесь сталь будет гораздо лучше. Твердостью же вот эта вот сталь клинка-заноза, сталь 95X18, тут все написано. Давай же, фокусись. Обладает 58 по шкале Rockwell или Rockwell, пофиг называйте, как хотите. Что такое 58? 58-58 это твердость кухонных ножей, самуровских, например, моего спонсора кухонного, из не очень дорогих серий. То есть я сталью с такой твердостью у Samura пользуюсь, очень часто и на кухне постоянно ими крашу. Что я могу сказать? Достойно. То есть это действительно хорошая сталь. Так, давайте возьмем листочек бумажки. Так, ножны без какого-либо фиксатора. Он вставляется плотно. плотно вставляется в ножны. Можно петелечку приделать. Здесь есть дырочка. Давайте посмотрим, как же нож этот заточен. Златоуст, ты чего? Блин. Да. Я, конечно, все понимаю. Златоуст, красавчик ты мой. Ты прекрасен. Но как-то я все-таки ожидал, что хендмейт ножек за эти бабки, за 2544 рубля, как бы, почему бы его не наточить? Нет, пацаны, серьезно. А что его не наточить-то, пацаны? Или этого типа, типа да пофиг, заточат сам? Или каждый под свою... Нет. Ну, так, чисто для сравнения. Самуровские ножи, которые у меня на кухне. Но это так, чисто для сравнения. Я их уже подтачивал сам. То есть я их затачиваю сам иногда. Но примерно так они резали из коробочки. Вот так режет самуровский нож. Давайте, друг. Это Самура Сёгун. Это Самура Кастом. Самура Кастом сегодня насиловалась. Оп, всякое. Самура Харакири из дешевых серий. Нет, просто я не совсем могу понять. Пацанята, ну серьезно, чуваки, ну вот у вас на такую фигню есть бабки? Тут вельвет внутри, ё-моё. Тут внутри вельвет. Здесь, ой, всё, прям ням, ням. Да, боже. Какая штучка. Застёгивается. Тут всё, значит, выгравировано. Выгравировано. Или как это сказать? Как-то не замша, а как же это называется? Не вельвет? Ну, вы знаете, как этот материал называется, я думаю, видно. Вот, кармашек, все дела. Блядь, а нож... Извиняюсь. А нож нормально заточить нельзя? То есть мне вот это вот зачем? Заверните его в пленку, чтобы он был как бритва. Не, я просто как бы... Просто я не хочу особо спорить, просто вот так вот... Это ж долбаные кухонные ножи почему-то режут лучше, чем ваш нож, который типа охотничий, там, все дела. Что за дела, пацаны? Ну, ладно. Этот нож мне нравится, на самом деле. Само собой, я могу его самостоятельно заточить. Вполне возможно, что он стоит своих денег. Нет, это, конечно, несерьёзно. Это будет хорошим подарком моему бате. Я буду затачивать его на своих камнях. От Накатоми. А ссылка, где я купил вот такие кухонные ножи. Самура One Love. Для кухни идеальные. Находится в описании. Там же мой чудесный промокод с моего кулинарного канала. Самура Сёгун. Самура Кастом. Самура Харакири. Тонкий гибкий нож, который режет просто как, не знаю, как бластер какой-то, как лазер. А что же касается Златоуста. Всё нравится, всё прекрасно. Привезли, реально очень круто запаковано. Но, ну, реально лежит в руке отлично. То есть, он не толстый. Знаете, тут грибочек срезать и рыбку выпотрошить. Вот. Очень приятный нож, действительно. Ну, я одного не могу понять, почему его нормально не заточили. Неужели это требует таких больших финансов? Хорошо прошитые ножны. Входит он в них плотно. Петелечка на пояс. Хотя, по-моему, на поясе особо нож никто не носит. Чтобы он не стукался ни обо что. Вот такие вот дела. С вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Пишите в комментарии, что мне сделать с этими пастами. Надо или не надо делать ролик о том, как заточить нож до стругания волоса. То есть, не срезания волоса, а именно застругивания волоса. Чтобы стружечка на волоске оставалась. На целом волоске. Златоусту большое спасибо. Единственный минус. Подтачивайте свои ножи чуть лучше. А так, очень приятная штука. Сейчас я его заточу. И я более чем уверен, что мой батя будет очень доволен. И лучшего грибного ножа у него никогда не было. Всем пока!